Транспортная реформа в Чебоксарах вызвала большой общественный резонанс. Оптимизацией сети занималась Санкт-Петербургский институт транспортной инфраструктуры. Все свои предложения специалисты уже озвучили и неоднократно. Сделан первый шаг. С 1 августа в Чебоксарах отменили 4 маршрута. Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Ладыков. Как уехать из одного микрорайона в столице, проверила на себе наша творческая группа. Остановка улицы Дементьева находится почти в самом центре Садового. Но здесь ходят всего два автобуса. Второй и двенадцатый. Временной интервал большой, поэтому дождаться транспорта могут не все жители. Ну неудобно никак. Я, допустим, больной с ногами, я хожу где-то минут 50. Это туда вниз спускаюсь. А если оттуда, мне в больницу нужно идти. Там 3 километра. У меня есть шагомер специальный, понимаете, купил. Вот он. Вот этот шагомер могу даже показать. Он показывает километраж. Альтернатива автобусам маршрутки с остановки Кошкино, куда, собственно, и устремляется весь поток жителей Садового, ходит 30-е, 331-е и недавно отмененная 65-е. 65-е маршрут закрыли, а вы все еще ездите. У нас все документы в порядке до 21-го года. Этот маршрут необходим вообще. Необходим просто. Как люди будут туда ездить? К остановке 65-е подъезжают с завидной чистотой. Каждые 2-3 минуты. Нам сказали, не отменили. Мы ездим. Наша начальство сказала, ездите. А проверки какие-то есть, останавливают вас? Пока нет. На сохранение маршрута настаивают и сами местные жители. В данном случае нельзя. Мы вообще отсюда тогда не выйдем. Они же оттуда едут, хотя бы тех берут. А потом мы вообще не можем садиться. Пускай ездят. Нам они нужны. Представители перевозчика интервью на камеру давать отказались. Но показали свидетельство об осуществлении перевозок по регулярным маршрутам. Срок окончания – 2021 год. Перевозчик уверяет, аннулировать свидетельство может только суд. За комментариями мы обратились в управление Государственного автодорожного надзора Пучевашия. Федеральный закон 220-й как раз об организации регулярных перевозок, он вышел 13 июля 2015 года. И, к сожалению, администрация города в течение двух лет вопрос этот затянула. И нужно было принимать сначала документ планирования, который в соответствии с 220-м законом является основой для всех дальнейших действий. Вот, к сожалению, документ планирования до сих пор не принят. Мы много нарушений законодательства сделали, и теперь и мы судимся с перевозчиками, перевозчики судятся и с нами, и с администрацией. Вот пока вот эти судебные решения не пройдут, и пока нормальный документ он не будет принят, к сожалению, вот такая ситуация у нас нехорошая сейчас сложилась. У администрации столицы своя версия. Свидетельство на осуществлении регулярных пассажирских перевозок, маршрут номер 65 аннулирован, и с этим тоже маршрут 65 закрывается. 65 является пересадочным маршрутом, на 80% аннулирует схему движения автобуса номер 3. Тройку вообще не дождешься. 14-й только по выходным. А так? Хотелось бы, конечно, чтобы еще чего-то пустил сюда. Столько народу. Дождаться тройку на этот раз удалось. По подсчетам нашей съемочной группы, люди стояли на остановке почти полчаса. Автобусов не хватает, денег нет, запчастей нет, чтобы покупать. Наш социальный эксперимент завершился. Когда примут тот самый документ планирования, пока неизвестно, какие маршруты все-таки отменят, тоже. В системе общественного транспорта столицы неопределенность. И все это в первую очередь сказывается на жителях, которым только и остается рассчитывать время и терпеть неудобства. Татьяна Леонтьева, Арена Гавилян, Республика.